Вместе с весенней капелью и журчащими ручьями, под лучами апрельского солнца стремительно тает снег. И нашему взору открываются итоги нашей жизнедеятельности за прошедшую зиму. Такую картину можно увидеть буквально в каждом овраге, находящемся в черте города. Ведь несем мы сюда все, что глазу нашему не любо и, по нашему же мнению, уже не пригодится в хозяйстве. Не с соседних же городов везут к нам всякий мусор. Сами гадим там, где живем. Мы находимся у знаменитого своими прелестями оврага между улицами Хамзина и Крупской. Традиционно население прилегающих улиц сюда свалит не только твердобытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. И как видите, овраг он достаточно глубокий, неудобный. Тех, как его сюда спустить, неудобно, да и вообще никак. Поэтому придется убирать все, что люди за зиму сюда наносили вручную. Таким образом, вместо того, чтобы направить средства и так не столь богатого городского бюджета на ямочный ремонт дорог, придется опять казенные деньги тратить на очистку оврагов от мусора. В год парков и скверов в Татарстане, ох, как пригодились бы эти средства на запланированную на этот год реконструкцию парка «Юность» или скверы у филиала «Восток». Как тут не вспомнишь известную народную мудрость, не плюй в колодец, из которого пьешь. Потом жалуемся и сетуем, что хотелось бы, чтобы город был еще чище и благоустроеннее. У нас в городе достаточно контейнерных площадок, а их у нас в городе более 300. То есть практически мы покрываем все территории контейнерными площадками. В этом году к наведению порядка на наших улицах будет привлечен так называемый экологический патруль. Уже разработанный критерий оценки его работы, сформирован призовой фонд на выявление не только фактов загрязнения окружающей среды, но и самих нарушителей. Я призываю население не делать вот этого, не возить в овраги. Тем более у нас полигон принимает бесплатно крупноговоритный мусор. Можно собрать, допустим, раз в месяц вывезти и сдать на полигон бесплатно крупноговоритный мусор. Предстоит сделать многое, не только убрать мусор, но и привести в порядок прилегающие территории. Посады, здания, побелить деревья и бордюры, чтобы юбилей победы наш город встретил уютным и красивым.